Слава нашему Господу! Мы проверили прекрасный псалом Славьте любовь Христа! Вы знаете, я вот недавно, будучи в Мексике, как-то сильно почувствовал любовь Христа. Там нас так Бог как-то приблизил к себе, Он показал нам свою любовь, показал нам, как Он нас любит, что Он с нами. И я как-то думаю, мне было ясно, что говорить там. Было понятно, о чем там говорить. Потому что там все очень просто. Там понятно, что нужно молиться, понятно, что нужно бороться. И там, находясь, там не было у меня вопросов, что делать и как делать. Было понятно, что нужна молитва, пост, нужно Слово Божие, нужно проповедовать. Все как бы ясно. Ну вот, размышляю о том, когда я думаю, я приеду назад, думаю, что мне здесь говорить, о чем очень важном нужно думать. Потому что у нас разные уровни. Там люди просто нуждаются в любви, просто нуждаются как бы в первых, просто им рассказать, что Слово Божие – это и есть истина, что Христос умер за вас. Просто рассказать им о любви, как-то напомнить им о Боге. Они идут к Богу, каются, плачут, рыдают. Они очень там такие, как сказать, открытые. И все просто. Но сюда, приезжая в Америку, назад, я знаю, что мы приду в церковь. Здесь уже братья, сестры, уже долго лет верующие, долго лет знающие любовь Христа, много что понимающие. Думаю, вот это совсем же разный уровень. Совсем как бы разное уже направление. Надо что-то больше как-то, может быть, уже что-то другое. Но вы знаете, как-то обращаясь к Богу, пытаясь прочитать Писание, вот как-то мне хочется все-таки повториться, о чем я говорил в Мексике. И мне Бог в Мексике положил просто напоминать о нашем Слове Божьем, что такое Слово Божье, как оно работает, что оно есть. И сегодня вот я как-то хотел поговорить. Тема моей проповеди – это воля Божья. И она для всех людей есть. И мы вот знаете, когда, допустим, говорим «Отче наш», то мы говорим это в самом начале. И мы говорим «Воля Божья, как на небесах, так и на земле да будет». Мы каждый день много раз эту молитву, как люди верующие, мы очень много раз ее повторяем, очень много раз ее как бы уже заучили. Она автоматически выходит, эти слова «Воля Божья, воля Божья». Но мне хотелось понять, все ли мы исполняем эту волю Божью, или как ее узнать, эту волю Божью, в нашей жизни. Живя человек, может, он ходит в собрание уже много лет, и думает, что он тем, что он просто приходит в собрание, просто он родился в семье верующих, и он уже автоматически исполняет волю Божью. Или как-то, может, не делая каких-то больших греков, не делая каких-то, не быть зависимым от каких-то плохих вещей, он думает, вот это воля Божья, и это все. Но вы знаете, вот пытаясь понять, пытаясь понять, как люди в Писании исполнили волю Божью, как люди в жизни, вот уже примеры есть, как люди исполняли волю Божью, то можно понимать, что это нужно уразуметь. И как уразуметь? И вот, вы знаете, просто в Салтере написаны такие слова про Слово Божье. Я буду быстро читать, и много мест. Написано в 118-м Салме, написано в 130-м стишке. Откровение в словах, слов твоих просвещает. Я так понимаю, что откровение слов Божьих просвещает. Написано, это светильник. Для нас Слово Божье – это светильник. Но, вы знаете, есть разное слово. Есть слово написанное, а есть слово, полученное от Бога. Человек может слышать голос Божий. И то, что написано слово, сегодня мы видим по всей земле, оно везде пишется, многие люди его заучивают. Но, мне кажется, вот здесь, в этом месте, человек, получая откровение, он получает от Бога какое-то слово. Вот, то есть, слово для него оживает. Оно становится не просто буквой, но оно становится частью его жизни. Он начинает его исполнять, и это оно его освещает. Он просвещает его разум, просвещает его жизнь. Он понимает больше Божий план, он понимает больше истину. Это не просто заученные слова, не просто как-то выученные, но это что-то большее. Написано в других местах притчи, написано в 4 главе, очень хорошо написано, мне нравится это место, очень. Написано в 4 главе притчи, 20 стишок. «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Вы знаете, я так смотрю, когда христианин, он пребывает в слове, он исполняет волю Божью, у него хорошее здоровье, тут написано, что у него здравие для всего тела его. Он может похвалиться не только тем, что он исполняет волю Божью, но у него хорошее здоровье. Я знаю, у меня очень как-то в последнее время, я посмотрю за одним человеком, можно на YouTube выйти, всем посмотреть, просто история его жизни. Его зовут Дерек Принц, он родился в начале века, и мне понравилось то, что этот человек пришел к Богу, и вы знаете, заболел. И он именно вот этот стишок, он когда прочитал, он был очень умный человек, очень образованный, и мне интересно вся его жизнь, что как Бог его вел, интересно в жизни. Знаешь, я всегда думал, что апостол Павел много путешествовал, что Павел много ходил по земле, Бог его много использовал. Но когда я посмотрел на жизнь Дерека Принца, я увидел, что Бог его еще больше использовал, чем может даже Павла, знаете. Я так посмотрел, он родился где-то в Индии, потом переехал в Англию, получил хорошее образование, потом пошел он в армию, и попал он, по-моему, в Сидан, это Африка. И там заболел страшной болезнью, которая там не лечится, знаете, африканские болезни всякие, и он начал читать Слово Божие, будучи очень образованным, он получил хорошее образование, он знал греческий язык, он очень, самое лучшее образование того времени, он был очень умный человек, можно сказать, образование было на высшем уровне. И когда он вникал, он очень философ был, он как философский подходил ко всему. И когда он все читал, он все понимал, что у него мало веры, но он, когда начал читать Слово Божие, там написано, вера от слышания, слышание Слова Божие. И у него вера начиналась возрастать, как он больше читал. Потом, когда он дошел до этого места, что написано, здравие для всего тела, Слово Божие, это здравие для всего тела его, он понял, что Бог может его исцелить. И он начал, там есть еще одно место, это как написано, как бы я сейчас его не мог его найти, но там написано, что это как медицина для тебя, для тела твоего, медицина. И он начал принимать это 4-5 раз в день, Слово Божие, постоянно читать, размышлять о Слове Божии, и Бог его исцелил. Вы знаете, Слово Божие живо и действенно написано. Написано место, давайте прочитаем про Слово Божие, вот это именно, что оно живо и действенно. Очень хорошее место. Слово Божие живо и действенно, Острее всякого меча, это Евреям, 4 глава. Слово Божие живо и действенно, Острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Вы понимаете, как важно Слово Божие? Я помню, когда ученики первые, и у них были какие-то небольшие проблемы в церкви, помните, просто вдовы были обделяемы едой. Меня удивило, это как бы читая Писание, первые ученики Христа, апостолы, могли бы немножко уделить внимание этим вдовам, тем более это такое благое дело, кормить вдов. Но они не захотели кормить этих вдов и сказали, мы не можем оставить пребывание в слове и молитву, мы не можем это оставить, мы будем в этом пребывать, мы должны в этом находиться. Они понимали, что Слово Божие для них очень важно, они понимали, что Словом Божьим они должны каждый день питаться, каждый день питать свой дух, каждый день питать тот народ, который Бог им поручил. Они понимали, что им нужно получать живое Слово, и это Слово должно работать в жизни этих людей. Они понимали, что даже мелкие вещи, как бы небольшие дела, которые они начнут делать, могут их отвлекти от того, чтобы пребывать в Слове Божьем, чтобы пребывать в силе Бога, чтобы понимать живого Бога. Именно тут написано, оно живо. И вы знаете, я так вот, многие уже понимают, что оно живо, оно и Старый Завет, и Новый Завет, все это написано, Слово, оно может быть живым, когда человек пребывает в нем, когда он постоянно находится в нем, когда он постоянно живет им, когда Христу дьявол предложил превратить камни в хлеб, Он сказал, не хлебом единым будет жив человек, но и Словом посланным от Бога, именно Словом посланным от Бога. Нам нужно научиться получать Слово от Бога для нашей жизни. И вот этот Дерек Принц, мне нравится, что когда он покаялся, когда он поверил в Слово Божие, он потом пошел служить в Иерусалим, и там он познакомился с женщиной, у которой было 8 детей. Я так смотрю на свою жизнь, думаю, это очень трудно было сделать. И он предложил ей руку и сердце, он предложил на ней пожениться. Она была старше его, она была возрастом, как его мать, почти в два раза старше его. Он умный человек, образованный, красивый, молодой парень. И он, как вы знаете, свою жизнь решил посвятить вот этим 8 детей, которые не его, которые просто были приняты. Это были не ее дети тоже. И пожилая женщина, но он не посчитался со своей плотью, кровью, со своими, знаете, будущностью. Он получил Слово от Бога, что это будет его жена. И он согласился с этим Словом. И вот мне понравилось, когда он согласился, вы знаете, он потом воспитал этих 8 детей. Мне там интересная история, как там, он как раз, это было во время войны, в 45-м году, вы знаете, там в Иерусалиме, там эти, была война, и он чудом переправил своих детей назад в Англию. И сам чудом переправился. И просто прям рядом, уже много раз, будучи смерть, просто преследовала его. Но он сумел с Божьей помощью вывести всех этих детей. Он их всех воспитал в духе молитвы. Они все научились правильно служить Богу. Они нашли себе хороших мужей. И он все это смог сделать с Божьей помощью. Но он не остановился над этим. Потом он переехал в Канаду. Потом он приехал в Африку. И в Африке усыновил, уже в старости лет, усыновил еще одну дочку, совсем маленькую, грудного дитя, черненькую девочку. И они взяли ее. Они воспитали также ее. Потом он переехал в Америку. И его жена умерла уже в Америке. И он начал служение тут в Америке. Был пастырем церкви в Сиатле. Интересно, что я тоже жил в Сиатле. И знаю примерно, где его там церковь была. И он был, будучи там пастырем, получил такие интересные... Бог дал ему дар. Он начал возрастать в познании Бога. В познании... Он постоянно пребывая в Слове, в силе, с Богом. Бог дал ему дар из знания бесов. И там вот его в жизни он начинал, начал из знания бесов в церквях. И мне как-то было странно слышать это, что он изгонял бес из верующих. Оказывается, он в Африку ездил, изгонял бесов. Но, говорит, приезжая в Америку, он увидел, что тут еще больше бесов. Еще больше люди, зависимые от всяких... От гнева, от ярости, от всякого лукавства, от лжи. И Бог ему помогал, давал знания. Бог помогал ему обличать этих бесов, изгонять их. И его жена уже... Она была пожилая, она умерла. И Бог дал ему другую жену. И тоже он, интересно, получил слово от Господа, что она должна стать его женой. И там он, интересно, опять поехал в Иерусалим и начал там с ней жить. И он написал более 40 книг в его проповеди по всему миру. Переведены на многие языки. Это человек, не знаю, более известного человека, который больше сделал для Господа. Который до старости, до самой старости был Божьим слугой. И получал постоянно слово от Бога. И все, что Бог ему говорил, он посетил более 50 стран. Он там в Африке, везде. И очень многим людям помог. Очень многим людям люди слышали его слово в разных странах. Делали много программ. По радио он выступал, по телевидению. Это очень известная личность. Почему? Потому что он научился слышать голос Божий. Научился, слушаясь голоса Божия, исполнять то, что голос ему говорит. И голос его вел постоянно. Он постоянно слушал Господа. И Бог ему давал откровения, как писать эти книги. Он брал разные темы. И я вот сейчас просто слушаю его. Мне очень интересно, что человек, который воистину пример. Пример для подражания. Может непонятные с ним вещи происходили. Может нам непонятно. Но он всегда бывал, он в духовной борьбе всегда был. Он всегда бодрствовал. И в конце он умер просто 80 с чем-то лет. Ему было, он пошел спать и не проснулся. Это очень тоже хорошо. Не мучился, ничего. И он боролся с болезнями тоже. Но он всегда их изгонял. Противостоял. И вот знаете, вот наша жизнь. Нам дано слово Божие. Написано, мы уже рождены от слова. Мы родились от слова. И слово, оно живет в нас. И вот я смотрю, для чего мы родились. Написано, что мы родились для того, чтобы бороться. Сегодня брат сказал, что у нас в Америке как бы нету такого... Нас никто не притесняет. Нас как бы никто не лжесвидетельствует на нас. Но я бы сказал, что это не так. Вы знаете, когда ты ведешь духовную борьбу, когда ты борешься с врагами, вот этими духами злобы поднебесных, что Бог нам говорит бороться. Бог нам сказал, что мы для этого созданы, чтобы вести постоянно борьбу. Враг никогда не будет нас оставлять. Он всегда будет пытаться преследовать нас. Он всегда найдет какого-то человека, даже в мирное время, который будет обязательно лжесвидетельствовать на нас. Он будет как-то нас порочить, наше имя. Вот я начинаю ездить в Мексику. Я знаю, что я приеду. Обязательно найдется какой-то человек, который восстанет против меня. Меня это не удивляет. Это может быть мой друг, мой брат. Но я понимаю, что это моя жизнь. Моя жизнь, она не против плоти и крови, против духов. Мне понравилось, как ответил вот этот человек, о котором я рассказываю, Дерек Принц. Он сказал, что он одно только сожалеет в жизни, что когда смотрел на братьев и сестер, иногда смотрел на их иные недостатки, и как бы спотыкался, как-то притыкался на недостатках. Но Бог его научил смотреть не на недостаток человека, а как помочь человеку. Если обнажается в человеке какой-то недостаток, мы люди верующие, мы люди Божьи, мы, которые имеем Слово Божие в руках наших, в сердцах наших, мы должны научиться помогать этому человеку. Если мы увидели, какой-то в человеке вышел гнев, ярость, какое-то раздражение, какая-то неправда в нем оказалась, мы должны создадать этому человеку, даже если это направлено в нашу сторону. Мы должны научиться любить. И вот тут слово такое я хочу просчитать. Смотрите, как интересно. Первое собрание апостола Павла, Петра, 1 Петра, 1 глава. Так вот, в 22 стишке написано, «Послушанием истины, через духы очистить все души наши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленого семени». То есть мы не от тленого семени возродились, мы возродились от живого слова. Мы родились от слова живого. Теперь нам слово должно очищавши нас. Смотрите, послушанием истины. Мы должны учиться истины. И очистивши наши души, начинает очищаться. Слово Божие начинает нас очищать. Братолюбию. То есть мы должны любим брата не потому, что он самый лучший, не потому, что он самый совершенный, не потому, что он такой умный, богатый. Мы просто любим его, потому что от чистого сердца, нам Бог дал эту любовь. Она, когда сердце наше очищается Словом Божиим, мы начинаем любить по-настоящему, несмотря на недостатки человека, как возрожденные, не от тленого семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Слава Богу, что живо в Слово, и оно пребывает вовек, оно живет в нас, и оно говорит в нас. И написано, что Слово Божие пребывает в век. Это есть Слово, которое вам проповедано. И тут во второй главе написаны такие слова, как возрожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастимого спасения. И тут, знаете, вот про молоко, про хлеб, это есть Слово Божие. Мы питаемся молоком и хлебом, когда мы возродились. Я помню, когда я родился свыше, я целый год, день и ночь читал Слово Божие. Мне это нужно было, как молоко. Я почувствовал, что мне нужен этот хлеб. Но вы знаете, нам не всегда надо пребывать просто хлеб и молоко. Нам уже нужна твердая пища. И написано, что по возрасту вы должны были быть уже учителями, а вам до сих пор нужно молоко. Такое есть место в Библии. И я знаю, что мы должны уже более-более возрастать. Мы должны более-более понимать. Те, которые были у нас проблемы, мы не могли кого-то терпеть, мы не могли кому-то простить. Все-таки Слово Божие очищает нас. Оно работает над нами, оно живо действует, оно должно нас сделать лучшими. Оно должно нас сделать сильнее. Оно должно нас сделать более богопослушными. И вы знаете, я верю, что Дух Святой может возрастать в нас, возвращать в нас. И мы будем намного лучше и намного сильнее, если это получилось у других братьев и сестер. Если это сегодня получается, Дух Святой работает, Бог жив. Я так смотрю, что Бог говорил такую фразу, приду на землю, найду ли веру на земле. И это тоже меня начинает смущать. Я смотря на нашу жизнь, мы такие как бы все хорошие, у нас все нормально, у нас есть деньги. Но не это важно. Важно то, как ты поменялся с того момента, как ты возродила от тебя Слово. Ты до сих пор, может, питаешься этим молоком. Тебе нравится. Знаете, я знал одного брата, он уже долго лет верующий, он уже покаялся в 70-х годах. Я встретил его, он показал мне картинку, где Иисус Христос, там овцы. И он говорит, какой бы ты овцой хотел. Знаете, часто рисуют Христа овцы, и там вокруг овец, и одна овца всегда у Христа на руках. Я говорю, не знаю какой, может, так, который побольше, который там, ну, где-то пасется вдалеке. Я так себя вижу, что я уже вырос, что могу пастись, там уже как-то пастыря сдалека вижу, но я уже как-то сам понимаю, какую траву мне есть. А он говорит, не-не-не-не, я не трем. Нет, то трудно, то тяжело. Я так, который на руках у Христа. Он уже 50 лет верующий, он все до сих пор на руках у Христа. Он хочет, чтобы Христос его везде носил, все за него делал. Вы знаете, вот это честно, это вот это молоко. Я ему сказал, говорю, ну, ты, это, говорю, очень неправильная жизнь. Нужно уже больше понимать, больше осознавать. И уже нужно что-то делать для Господа. Бог обязательно хочет, чтобы мы исполнили волю Его. Знаете, исполняя волю Его, не надо бояться трудностей, но надо просто слышать голос Его, постоянно пребывать в Слове Божьем. Я верю, что вот нам не достает Слово Божие. Оно живо и действенно только тогда, когда мы пребываем в Нем постоянно. Постоянно молитва, постоянно духи злобы поднебесных, немножко хочется рассказать. Вы знаете, мы вот знаем, что есть три неба. Мы знаем, что апостол Павел говорит, что он знал человека, который Бог взял до третьего неба. Мы знаем, это есть одно небо, которое мы видим, но есть еще одно небо, которое мы не видим. Но оно существует, оно реально. Там духи злобы поднебесных борются с ангелами Божьими. И все молитвы, которые мы произносим, там они возносятся на небо. И иногда говорят люди, вот мы не могли пробить время, пробить это небо. Небо не слышало молитвы. Вы знаете, я вот так смотрю, даже Даниил, он молясь, помните, он взял пост, и взял 21 день, чтобы пробить это небо. К нему пришел ангел и говорит, я сразу вышел, но я не смог, потому что повстречался там другой, и я вел борьбу 21 год. Пока мне не пришел, другой ангел не помог. Там явно показано, да, Михаил, явно показано, как там борьба была. 21 день, человек взявший пост, человек знавший Бога, человек близко с Богом был, близко понимал Бога. Он все равно, когда боролся, он боролся 21 год, пока не пришел к нему этот ангел. Мы сегодня, дорогие друзья, мы смотрим, что жизнь, она там, еда у нас хорошая, дома хорошие, машины. Не на то надо смотреть, надо смотреть, победили ли мы в духовном мире, слышим ли мы голос Божий, Бог дает ли нам ответ на нашу молитву, как часто мы слышим Бога, как часто мы с Ним прикасаемся, как близок Он к нам, как много мы используем и Богом, посылает ли нас Бог туда-сюда, или мы просто сидим дома, ходим на работу, как все неверующие люди, и наша жизнь ничем не отличается от мирской. Я так смотрю, некоторая жизнь просто отличается ничем, как мирская, просто не курят, не пьют, не ругаются, а так и неверующие люди, если не курят, не пьют, не ругаются, если неверующие люди не обманывают, есть неверующие люди очень хорошие, есть честные, есть благородные, есть воспитанные, но это ни о чем не говорит. Наша жизнь, она должна не в наших руках, Бог сказал, иди туда, ты пошел туда, Бог сказал, сделай то, ты сделал то, вот это наша жизнь, вот это воля Божья, вот это благая, угодная, совершенная. И я уверен, что у нас есть намного лучше, больше план, чем мы его себе представляем. Там говорится, что не видел тот глаз, не слышал ни то уха. Я верю, что в нашей жизни уже это может исполняться. Если бы мне даже сказали, я там жил в Крыму, знаете, помню Ялта, красивые пальмы, если кто-то мне сказал, что я попаду в такую глушь, как Шеритон, и что я буду тут среди такого народа, я бы долго смеялся, знаете, я бы никогда не поверил, но у Бога, даже мои уши не могли поверить, и глаза мои видят, и я не могу до сих пор ощутить, думаю, как так, с такого прекрасного места, Бог послал меня в такие ужасные места, а потом я в Мексике оказываюсь, там еще хуже, но вы знаете, я лучше буду в самом плохом месте на земле, но с Богом, чем без Бога, в самом лучшем месте. И я вот верю, что Бог может нас еще повести, как вот использовал Дерека Принца, до конца его жизни, написанной в старости сочный плодовитый, я уверен, что мы еще можем приносить плоды, я уверен, что Дух Святого, сок нам еще подается, и Бог сегодня нам говорит, напоминает, что мы должны больше вникать в Слово Божие, больше пребывать в молитве, не смотреть на это видимое, что, видимо, у нас нет проблем. Мы должны увидеть невидимые проблемы, которые дьявол задумал, планы разрушить наши семьи, дьявол задумал планы, как наступать на нашу церковь, мы должны впереди быть, мы должны наступать на эту вражескую силу, мы не должны ждать, когда у нас все разрушится, мы должны получать откровение от Бога, и знать наперед, что будет завтра, мы должны слышать голос Божий, который может нам говорить ясно и четко, пойди туда и сделай то. Я верю такому Богу, живому Богу, который вселил нас в живое Слово Божие, и мы сегодня живы с помощью этого Слова, и Бог может оживить наши мертвые сердца, и может больше и больше с нас сделать, да будет слава Ему, помолимся. Продолжение следует...